Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем серию передач под названием Хроника человечества. В сегодняшней и двух последующих передачах мы с вами поговорим о первобытной культуре и искусстве. Итак, в течение последних 35 тысяч лет человечество активно развивается. Культурная эволюция начинает явно преобладать над биологической. Впрочем, к сожалению, в последнее время все иногда сводится к простому «не дай себе засохнуть». И все-таки верится, что мы, Homo sapiens, люди разумные, не засохнем. Поскольку в течение последних тысячелетий биологическая эволюция значительно замедлилась в пользу эволюции культурной, а темпы последней все время увеличиваются в основном в сторону чисто технических достижений. Теперь уже говорят о том, что этот техногенез или технический беспредел угрожает самому существованию человеческой культуры. Ведь в отличие от биологической, культурная эволюция позволяет человечеству передавать последующим поколениям очень быстро весь накопленный и недавно приобретенный опыт и знания. Дело в том, что исключительная разумность человека позволяет ему не только властвовать над природой, но даже и организовывать свое будущее. Теперь говорят, даже клонировать человека, то есть создавать то, что вообще-то подвластно только Господу Богу. Не исключено, что человек может и вообще уничтожить по неосторожности свое будущее, возомнив себя истинным царем природы. А ведь, как известно в христианстве, самый страшный грех, самый первый и главный даже не убийство, а гордыня, от которой все остальные беды на земле и происходят. Человек на земле на сегодняшний день это единственное живое существо, которое угрожает самому себе, своему существованию, своей культуре. И нельзя предугадать, что возьмет вверх – культурная эволюция или техническая, то есть та разрушительная сила, которая может уничтожить взорвавшегося человека, чтобы восстановить нарушенное им равновесие в природе. Слово «культура» является на сегодняшний день одним из самых наиболее употребляемых в современном языке, но, наверное, это говорит в основном о его многозначности, а не об изученности этого явления как такового. Культура в широком смысле слова – это слагаемое из знаний, нравов, обычаев, верований, искусства, законов, то есть сплав материальных и духовных достижений человека в определенном регионе и в определенный период. Поэтому принято различать в культуре две большие области – материальную и духовную. Обе они неразрывно связаны между собой, обе они возникли на заре человеческой истории. Я бы хотела только подчеркнуть, что культура – это не только то, что конкретно сделано руками человека, но это и непосредственно деятельность самого человека и в материальной, и в духовной областях культуры. Термин культура появился во времена античности и переводится как возделывание, обработка, уход. Конечно, в древности в первую очередь за этими словами подразумевалась обработка земли, почвы, сада и уход за домашними животными. Но опять-таки еще в глубокой древности для человека стало привычно значение культуры как воспитание и образование, в контексте истории, конечно. На мой взгляд, культурный человек всем обязан своему воспитанию и образованию, которое он смог получить, принадлежа к тому или иному слою общества и получить в той или иной доступной ему степени. Однако нельзя забывать, что культура – это родственное слово таким понятием, как культ, почитание, поклонение. И действительно, в течение тысячелетий до атеистических выпадов Великой Французской революции культура в первую очередь была религиозным культом. Ведь все оставшееся время человек до атеизма, объявленного французами, провозглашенного ими, жил в окружении многих богов или одного бога. Одним из наиболее ярких проявлений культуры любого региона, любого периода, любого народа является искусство. Где и когда родилось искусство? Точный и простой ответ на этот вопрос невозможен. Наверное, искусство вообще не родилось, не началось. Оно вырастало и формировалось постепенно вместе с человеком. Почему предметам человек даже в глубокой древности, когда жить ему было неимоверно тяжело, вот всем предметам даже повседневного быта придавал художественный облик, мы об этом можем сейчас только догадываться. Скорее всего, это была дань религиозным верованием. Вообще искусство это явление очень сложное. Оно связано и с природой, и с климатом, и с окружающей средой, и с самим обществом, степенью его развития, с религией, безусловно, с мифологией данного региона. Но где бы ни происходили события, в каком бы регионе земного шара, все первобытное искусство было синкретично. Вот это научное слово обозначает тот факт, что первобытное искусство не существовало само по себе, а всегда имело теснейшую связь со всей жизнью древнего человека. Не было тогда такой отдельной области, как область искусства, область прекрасного. Искусство это была сама жизнь, ее насущная потребность. И специфика первобытного искусства как раз и состоит в том, что оно было связано со всеми формами жизни и сознания древнего человека. Не украшала жизнь, а служила ей. Например, даже амулет на шее человека не украшал своего владельца, а служил ему защитой. А, скажем, на скальные рисунки в пещерах не радовали глаз обитателей этих пещер, а служили местом религиозных обрядовых танцев перед охотой. Искусство тогда еще не выделилось в самостоятельную сферу духовной жизни, а служило в первую очередь бытовым и религиозным целям. Вот это необходимо запомнить, если мы с вами говорим о первобытном искусстве. Первобытное искусство развивалось по двум направлениям. Монументальное, то есть больших форм. Вообще это слово происходит от латинского слова «монумент», что значит «на память». Монументальное первобытное искусство – это в первую очередь на скальные рисунки и на скальная пещерная живопись. Однако в те далекие времена существовало также и искусство малых форм, то есть скульптура, как правило, из глины, кости, камня или даже дерева. Самые древние произведения искусства, которые обнаружены на сегодняшний день, принадлежат к периоду позднего палеолита. Их возраст примерно 20-22 тысячи лет. Выбор материала в первобытную эпоху для всех изделий зависел в первую очередь, конечно, от предназначения предмета, а потом еще и от того, какой техникой в тот период владел человек. Если каменное орудие, значит, каменный век. Если бронзовое орудие – бронзовый век, железное орудие – железный век. Каменный век, с которого мы с вами начнем наш рассказ, был бесконечно длинным. Так долго человек осваивал новый для себя мир. И вот этот бесконечно длинный каменный век ученые даже разделили на три отдельных периода. И у каждого периода есть свое название. Например, палеолит в переводе с греческого – древний каменный век. Вообще, лит – это значит камень. Затем, мезолит – средний каменный век. И неолит – новый каменный век. Ну, за давностью времени, вы понимаете, целые области древнего искусства канули в вечность. Ведь даже дерево сохраняется в особых климатических условиях крайне влажной почве торфянников. А такие материалы, как, например, береста, мех или кожа, вообще недолговечны и среди находок встречаются крайне редко. Тем не менее, наблюдение над этнографически сохранившимися народами, то есть народами, живущими в иной фазе развития, чем все остальное население планеты, позволяет сделать вывод о том, что и в глубокой древности человек активно использовал эти материалы. Однако сохранилось только то, что долговечно. Чаще всего находки встречаются в местах погребений или в местах древнего религиозного культа. Итак, начнем с самых древних находок. Они относятся к палеолиту – древнему каменному веку, который, между прочим, в силу также своей очень большой продолжительности подразделен учеными на три отдельных периода. И вот самый древний палеолит называется ранним. Это период от двух миллионов лет до ста тысяч лет до нашей эры. Этот период древнейшей культуры принято называть ашельским, по находкам, сделанным в пригороде одного из французских городов. Вот сейчас на своем экране вы видите то место, где были обнаружены самые древние орудия, носящие следы обработки. Они были найдены семьей знаменитых археологов Лики в Кении, а также в знаменитом ущелье Олдувай в Танзании, где эти археологи вообще впервые нашли череп того, кого теперь мы называем Homo habilis – человек умелый. Но неудивительно, что ученые применили именно этот термин. Действительно, этот вид гоминидов уже умел многое делать своими руками. На этой фотографии Луис Лики показывает своей жене Мэри то место, где он еще в 1929 году обнаружил огромное количество орудий из вулканического стекла в Кении. Но вообще первые в мире обработанные орудия – это чаще всего галька, ракушка или осколки кварца. Поэтому иногда культуру этого периода даже называют галечно-ракушечной. Ее создали гоминиды, которые еще не были людьми. Но все историки древнего мира склонны считать, что и любой искусственно измененный предмет уже говорит об уровне очеловечивания его автора. Итак, у Homo habilis – человека умелого ученый находит достаточно развитую культуру, хотя, в принципе, еще и не совсем уверены, был ли он человеком. Вот давайте на следующем слайде мы сейчас посмотрим поближе эти орудия. Сейчас вы видите перед собой то, что было обнаружено семьей археологов Лики Волдувай в Танзании является результатом труда человека разумного. Типичным орудием галька становится около двух миллионов лет назад. Обычно, вот как вы видите сейчас на экранах, это срезанные с одной стороны камни с грубыми сколами. Хочу подчеркнуть, что изготовление пусть даже таких примитивных орудий все равно требует логической мысли, заранее обдуманной. Развитие вот этой логики, мысли и культуры – два неразделимых процесса. Однако первым исследователем, который открыл вот подобные древнейшие орудия на территории Европы, был француз Бушеде Перт, который обнаружил их в большом количестве в 1837 году. Давайте мы посмотрим его портрет. Именно он нашел древнейшие орудия времен палеолита в Европе. Правда, называл он их немножко смешно – «изделие человека во времена потопа». Вообще, это был очень упрямый любитель из состоятельной семьи, который служил начальником таможни и обладал большими литературными способностями. Де Перт спокойно относился к критике и много лет продолжал писать свои книги, иногда с очень экстравагантными выводами. Именно он за 10 лет поисков собрал огромное количество кремниевых орудий, сделанные руками древнего человека. И много таких орудий он нашел в карьерах французского местечка Сент-Ашеля. Вот отсюда и название – «ашельская культура». Давайте мы посмотрим еще раз эти орудия. Когда Де Перт нашел подобные камни, над ним, честно говоря, многие смеялись. Однако придуманные им термины – палеолит – культура обработанного камня, и неолит – культура шлифованного камня, тем не менее, существуют и сегодня. Вот на этом слайде перед вами орудия так называемой ашельской культуры, может быть, древнейшие в мире орудия, обработанные рукой гоминида. Использование этих рубил и примитивных топориков продержится очень долго, пока гоминиды не научатся новой технике откалывания от поверхности ненужного материала с помощью других заостренных инструментов. Эти инструменты придумывали также очень долго. Ну а теперь давайте мы с вами перейдем к следующему периоду, который называется в науке средний палеолит. Он продолжался в период от 100 тысяч лет до 35 тысяч лет до нашей эры. Это период неандертальской или мустьерской культуры. Мустьерской ее называют по находкам, сделанным в пещере Мустьер, опять-таки во Франции. Ну а поскольку автором тех орудий, которые вы сейчас увидите, является неандерталец, то отсюда и второе название данного периода в истории древнейшей человеческой истории, неандертальский. Я вам напомню, что неандертальцы жили накануне появления на исторической арене непосредственно настоящего человека-кроманьонца. Они внешне были похожи, оба принадлежали к типу человека разумного. У неандертальца уже было охотничье оружие, он умел устраивать ловушки и постепенно стал переходить к оседлому образу жизни. От его культуры в основном время сохранило вот подобные скребки и таким образом обработанные камни, как те, что представлены сейчас на ваших экранах. В поздний палеолит, который продолжался от 35 тысяч до 10 тысяч лет до нашей эры, археология отмечает появление настоящего человека-кроманьонца и рождение уже настоящего изобразительного искусства, то есть живописи, графики и скульптуры. Этот период принято называть ореньякской культурой, по находкам, сделанным опять-таки во Франции в местечке ореньяк. Вот давайте теперь мы их посмотрим. Кроманьонцы долгое время были кочующими охотниками, но они уже научились делать вот такие острые инструменты и с их помощью изготавливать шилы, иголки, гарпуны и дротики. В этот же период зарождается и пещерная живопись, одна из вершин первобытного искусства, с которой мы с вами сегодня познакомимся. Но до этого, конечно, человек должен был пройти долгий путь от первых каракуль до настоящих шедевров. И действительно, первые попытки наших предков были по-детски наивны и смешны. Например, кроманьонец обводил свою руку глиной на стене пещеры, как сейчас это делают скучающие на уроке школьники, только на листе бумаги и с помощью ручки. Или, например, он просто окунал руку в глину и оставлял свои отпечатки опять-таки на стене пещеры. Некоторые поступали еще проще. Пачкали пальцы глины и проводили по стене такие длинные извилистые линии. Вот специалисты даже немножко смешно их называют первобытные макароны. Однако на слайдах в сегодняшней передаче мы с вами посмотрим подлинные шедевры, которые создал человек эпохи северного оленя, как принято называть этот период в человеческой истории. Вообще одним из поразительных аспектов этого периода является рассвет у людей тогда эстетического чувства и рождение искусства напрямую в тот период, как я уже говорила, связанного с религией и магией. Все свои чувства, переживания и страхи человек выражал при помощи искусства рисунков на стенах пещеры. В науке, правда, их принято называть петроглифы. Это сочетание двух латинских слов. Петрос или Петр, что значит камень, и глюфо высекаю. Так вот, при помощи рисунков, скульптуры, украшений амулетов или пещерной живописи, которую нам оставили древние художники в глубине таинственных пещер. Краски им давала сама природа, и она не ошиблась. Прошли тысячелетия, а цвета не поблекли. Надо сказать, что более всего кроманьонцы ценили красную охру, придавая ей явно религиозное магическое значение. Недаром своих покойников они оставляли на ложах, засыпанных этой красной охрой. Помните, в предыдущей передаче мы с вами говорили о знаменитой красной леди, найденной в Уэльсе. Но, впрочем, все искусство тогда носило вполне конкретные предназначения, а не являлось каким-то эстетическим развлечением для избранных, в то время как другие, например, охотились, рискуя своей жизнью, или не разгибались у племенного костра. Даже танец и музыка, которые тогда уже существовали. Вот посмотрите на эту замечательную дудочку. Перед вами редкая находка. В 1860 году в пещере возле французской деревни Ориньяк было найдено захоронение кроманьонца, причем очень богатое. Отсюда вот и тот термин, который мы сегодня с вами уже упоминали, Ориньякская культура. Среди предметов того захоронения обнаружили вот эту удивительную флейту – древнейший музыкальный инструмент, изготовленный из просверленной кости столь любимого тогда северного оленя. В период Ориньякской культуры по всей Европе вплоть до Сибири в захоронениях позднего палеолита встречаются многочисленные женские фигурки, которые принято называть палеолитическими венерами. На сегодняшний день найдено около 150 таких скульптурок. Давайте мы посмотрим некоторые из них. Вообще, надо сказать, что они очень редко бывают так худы и изящны, как на этом слайде. Вы сейчас видите перед собой находки с Украины. Они сделаны в поселке Крутобородицы и относятся ко второй половине третьего тысячелетия до нашей эры. Тогда получило в тех местах широкое распространение глиняной пластика, хотя конкретно эти статуэтки выполнены из кости. Но это, пожалуй, исключение. А вот в глину в тот период люди обычно добавляли нередко зерна злаковых растений, и так создавался образ обобщенной богини-плодородия. Как правило, эти богини все-таки были дамами с очень пышными, можно сказать, даже гипертрофированными формами, и чаще всего их действительно делали из кости и камня. Давайте посмотрим следующий слайд. Некоторые из этих скульптурок, представьте себе, были сделаны на тысячелетия раньше, чем началась эпоха наскальной живописи. Все они отражали ту концепцию, которая существовала в период палеолита. Женщина-мать, глава, волшебная хранительница очага, символ плодородия и жизни вообще. Вот этот период главенства женщины в древнем обществе называют матриархатом. Дословно этот термин переводится как «господство женщины». Ну, вряд ли, конечно, мужчины тогда были все подкаблучниками, однако, судя по наблюдениям, опять-таки, над этнографически сохранившимися народами, мы можем с вами сделать вывод, что в период матриархата, а он кое-где еще сохранился, мужчина после женитьбы переходит в род супруги, а родившиеся дети наследуют имя матери, а не отца. Ну и, конечно, не случайно в период матриархата расцвел именно культ женского божества. Давайте мы с вами посмотрим следующий слайд. Вот эти фигурки, которые вы сейчас видите перед собой, имели по представлениям наших древних предков некую особую магическую силу. Выполнены они в стиле первобытного реализма и, согласитесь, предельно выразительны. Чаще всего это очень полные женщины с огромными женскими формами, что вполне могло иметь место в жизни из-за частого деторождения, а также подчеркивало в скульптурках первостепенное значение женщины-матери-прародительницы. Правда, до сих пор ученые не пришли к единому выводу, почему у этих первобытных Венер так тщательно проработаны прически, но совершенно не смоделированы лица. Кажется, что древних художников это совершенно не интересовало. Однако почему же их так интересовали прически? Теперь мы с вами переходим к периоду позднего палеолита, который в науке принято называть «мадленской культурой» по находкам, сделанным в местечке Мадлен, опять-таки во Франции. Этот период охватывает собой промежуток от XVII тысячелетия до XI тысячелетия до н.э. К концу этого периода увеличивается изготовление орудий и изделий из кости в противовес камню, и начинается расцвет наскальной пещерной живописи. Наскальная живопись процветала целых 7 тысячелетий, от XVI до IX тысячелетия до н.э. А потом эта живопись полностью исчезла. Ее исчезновение по неизвестным науке причинам совпадает с окончанием последнего ледникового периода. Вы знаете, друзья, когда говорят о пещерной живописи, то, конечно, всегда в первую очередь вспоминают две пещеры мирового значения. Это пещера Лоскова в Франции и пещера Альтамира в Испании. Вот сейчас я хочу предложить фрески этих пещер вашему вниманию. Начнем с пещеры Лоско. Как она была обнаружена? 19 сентября 1940 года четверо старшеклассников из деревушки Монтиньяк на юге Франции, несмотря на приближавшуюся Вторую мировую войну, отправились в давно задуманную археологическую экспедицию местного значения. Неподалеку у поваленного давно огромного дерева зияла дыра. По слухам, оттуда шел подземный ход средневековый замок, которых во Франции достаточно. Когда мальчики вползли в эту яму, продвинулись вглубь и зажгли фонарик, то ахнули от изумления. Со стен на них смотрели вот эти росписи. Огромные звери, сильные, почти яростные. Школьникам показалось, что они попали в волшебное царство. Так была обнаружена пещера Лоско, недаром прозванная первобытной сикстинской капеллой, потому что она действительно так же прекрасна, как творение Микеланджело. Давайте посмотрим другие росписи из этой пещеры. Живопись вообще в ней столь выразительна, что даже тогда раздались голоса сомневающихся. А уж не подделка ли это современного шутника? Но экспертиза подтвердила подлинность находки. Сотни фигур животных, обведенных темной краской и выполненных, как вы видите, в желтых, красных и коричневых тонах, украшают стены и особенно потолок пещеры Лоско. Лошади, быки, бизоны выполнены там почти в натуральную величину. Дело в том, что люди палеолита мыслили образами, и образы они создавали контуром, обводя животного, а цветовыми пятнами уже заполняли только существенные места тела. Прекрасно использовали при этом естественные выпуклости и впадины пещерных стен. И при этом получали шедевры, не всегда доступные даже кисти современного художника. Ныне в пещере Лоско открыт музей. Я хотела бы вам показать еще один слайд, связанный с этой пещерой. Вот эти росписи видят те счастливчики-туристы, которые попадают в пещеру Лоско. Надо сказать, что здесь всегда поддерживается определенная температура. Специальные железные двери охраняют пещеру от наружного воздуха. Группы формируют только по 20 человек, и не более 450 человек в день посещают эту пещеру. Однако, скажу откровенно, некоторые историки искусства уверяют, что этот музей тщательно скрываемая подделка. А настоящая пещера, доступная только специалистам, находится рядом. Но для широкого посещения она закрыта. В пещере Лоско найдено всего одно единственное изображение человека. Я хочу вам его показать. Это, как вы видите, достаточно грубо очерченный силуэт мужчины с головой птицы или в маске птицы. Надо сказать, что в период палеолита человек редко изображал себя. И лишь изредка исследователям попадаются абрисы человеческих фигур или ритуальных масок. Но, тем не менее, пещера Лоско оказалась действительно настоящим подземным музеем, где выполнены около 500 рисунков и около 600 гравюр, то есть цветных картин, древними художниками. Сейчас я вам покажу фотографию, на которой изображен Аббат Брейль. Вместе с помощницей он с помощью намоченного картона делает съемку этих рисунков, потому что иначе их никак скопировать невозможно. А вот его родственник, выдающийся историк Генрих Брейль, посвятил всю свою жизнь изучению рисунков другой всемирно известной пещеры, пещеры Альтамира, расположенной в Испании. Теперь давайте посмотрим слайды, связанные с ней. Эта пещера была обнаружена в 1887 году на Пиренеях испанским археологом-любителем Марселиной Сатуолой. Он обнаружил огромное количество рисунков, покрывавших стены, а его дочка, сидевшая на плечах у папы, первой заметила росписи на потолке. Это было настолько поразительное открытие, что Сатуолу обвинили в подделке, и только после смерти ученого его честное имя было восстановлено. В 1902 году научный мир признал, что рисунки действительно сделаны рукой древнего человека периода позднего палеолита. Наскальную живопись можно называть и подземным искусством, ибо именно в таких подземных пещерах, куда непросто попасть и сейчас, можно найти такие шедевры, как на наших слайдах. Вот посмотрите, это самое любимое мое изображение. Согласитесь, что, наверное, немногие из нас смогут так правдоподобно, так реалистично и так экспрессивно изобразить бизона. Некоторые ученые считают, что пещеры, сохранившиеся подобные удивительные росписи, были не простыми, а ритуальными, куда попадали в особых случаях. Отсюда и затрудненный вход в них, например, во время инициаций, важнейшего в жизни древнего человека события, посвящения во взрослые. В подобных пещерах рисунки, как вы, наверное, заметили, имеют одну тематическую особенность. Это всегда изображение крупных животных. Их изображали целых 15 тысяч лет. И, наверное, неспроста, ведь от удачной охоты на них зависела жизнь племени. Перед этими изображениями совершали обрядовые танцы накануне охоты. Животных художники знали прекрасно, поэтому так легки и изящны их линии. Краски использовали природные, минеральные. Их смешивали с соком растений, с животным жиром, с водой. И, как вы видите, всё это сделало цвет фресок на тысячелетия ярким и прочным. Правда, не совсем понятно сегодня, как, собственно, художник выполнял сложнейшую работу по росписи потолка в низкой и тёмной пещере. Особенно, как он её освещал. Я сейчас вам хочу показать очень интересный слайд. Это древнейшая лампа в истории человечества. Может быть, с помощью вот таких ламп освещали во время росписи пещеру, но тогда должны были остаться следы копоти. Странно, но их нигде нет. А вообще, много ещё есть такого, что недоступно нашим мудрецам. Сама же лампа, которую вы сейчас видите, сделана из розового песчаника, тщательно вырезана и обработана. Кстати, найдена она в той же пещере Лоско, о которой мы с вами уже сегодня поговорили. Вот в такие или более примитивные лампы помещали кусочки сала или фитилизм оживельника, который, сгорая, светит не менее часа. Я хочу отметить, что пещеры с наскальной живописью, правда, не такие знаменитые, как Лоско или Альтамира, найдены почти во всех точках земного шара. У нас, например, в стране такая пещера была найдена на Южном Урале в 1959 году. Она называется Капова пещера и украшена многочисленными изображениями животных времен Палеолита. Я хочу вам показать этот слайд. Вы знаете, с этой пещерой связана смешная и грустная история. Дело в том, что после ее открытия в Капову пещеру зачастили многочисленные туристы, любители археологи, любители альпинисты. Туда стали возить бесконечные делегации, руководители братских республик, братских зарубежных компартий. И для них, естественно, вход расширили. То есть в пещеру стал поступать свежий воздух и началась вентиляция. Вот это самое губительное, что может быть для древних фресок. Поскольку древние пещеры, сохранившие подобные росписи были, скорее всего, ритуальными, их вход был очень маленьким, он был тщательно замаскированным, и вентиляция там была минимальной, то есть смены воздуха практически не было за все эти тысячелетия. Как только человек расширяет вход, начинают мигрировать потоки воздуха, фрески сразу начинают разрушаться. И вот тогда Капову пещеру, так же, как и пещеру Лоско во Франции, решили закрыть на мощные железные двери и повесить во всяком случае ключами владело несколько человек. И вот когда у нас началась перестройка и многое стало пропадать, не только наши с вами сбережения на сберкнижках, пропали эти ключи, или по крайней мере кто-то сделал вид, что они пропали. Насколько мне известно, даже еще лет пять назад даже специалисты, профессионально занимающиеся историей первобытного искусства, не могли попасть в Каповую пещеру. Вот я вам хочу показать еще один слайд. Ну а теперь мы сейчас с вами переходим к следующему периоду в истории человеческой культуры. Это период Мезолита среднего каменного века, который продолжался от 10 тысяч до 6 тысяч лет до нашей эры. В этот период расцветает искусство многофигурной композиции и с человеком в центре внимания, как вот, например, на этой фреске. Дело в том, что человек в Мезолит уже сделал много эпохальных изобретений. Он изобрел лук, стрелы, лодку, то есть он мог уже свободно передвигаться на большие расстояния, он мог охотиться, не подвергая себя опасности, не подходить близко к хищнику, он стал ловким и сильным, поэтому неудивительно, что в Мезолит человек обратил на себя внимание и стал изображать себя на стенах пещер. Ну, а в период Неолита нового каменного века, который продолжался с 6 до 4 тысячелетия до нашей эры, человек вообще сделал грандиозные достижения и открытия как в культурной области, так и в технической. Человек в период Неолита освоил полировку камня, поэтому недаром Неолит даже называют веком шлифованного камня. Человек научился обжигать глиняную посуду и родилось искусство керамики. Кстати, керамикос это слово греческое и переводится как глина. Важнейшее событие эпохи Неолита это переход многих племен к оседлому образу жизни, и вот тогда появляются первые поселки, первые деревни, человек становится пастухом, земледельцем, рыболовом. Он уже приручил в этот период почти всех известных ныне домашних животных. Кстати, первым, ни за что не угадаете, козу и свинью, а последними были приручены лошадь и кошка. Человек в период Неолита научился возделывать почву и собирать урожай. И вот надо сказать, что в науке вся совокупность этих необыкновенных достижений даже называется неолитической революцией. Поэтому, как вы можете догадаться, искусство того периода приобрело совершенно новые черты и кардинально отличалось от того, что делал человек раньше. В принципе, тот рисунок, который вы сейчас видите, скорее всего, относится к периоду Неолита. В этот период, помимо изображения человека и чувства общей композиции, появляется, как вы можете заметить, явно выраженное стремление к стилизации, к движению. Правда, в поздний неолит это привело к тому, что фигуры стали подчас откровенно схематичны, очень сильно условны, особенно в изображении человека. Вот посмотрите, какие человечки, правда? Перед нами такой откровенный пример стилизации. Это изображение охотничьей сцены в пещере Арана, восточная Испания. Ну, как я вам уже сказала, в эпоху неолита человечество научилось выделывать глиняную посуду, то есть освоило обжиг глины. Вероятнее всего, это было сделано женщиной, поскольку женщина всегда непосредственным образом связана с приготовлением пищи. Глиняная посуда, как мы уже говорили в предыдущей передаче, позволила готовить горячую жидкую пищу, то, что мы с вами сейчас называем супы и похлебки. И опять-таки, как мы с вами уже говорили, от того, что человек ест, просят и темпы, и степень его умственного развития. Но, кроме того, изобретение керамики имело огромное значение и в развитии у человека того чувства, которое мы называем эстетическим, чувства прекрасного. Вот, посмотрите, пожалуйста. Эти горшки украшены орнаментом. Нанося орнамент на свои изделия, человек действительно уже преследовал только цель сделать их более красивыми, орнамент это повторяющийся узор. Как видите, он сначала был исключительно геометрическим, а геометрический орнамент это уже, извините, отвлеченная форма сознания. Получается, что украшая свои горшки, мастер или мастерица впервые научились мыслить отвлеченно. Сейчас вы, кстати, видите горшки из могильника фефелов-бор подрезанью. Они были сделаны в 15 веке до нашей эры. Орнамент явно солярный, связанный с культом и изображением Солнца. Я же хочу, показывая вам, наверное, последний слайд в сегодняшней передаче, подчеркнуть, что на самом деле орнамент был целым переворотом в сознании древнего человека. До этого он изображал только то, что он видел в окружающем мире, а там он никогда не видел квадрата или треугольника. Бесконечно далеко еще рождение геометрии, но человек уже изобразил вот эти отвлеченные геометрические фигуры, которыми до сих пор мучают школьников, тогда на своей древней глиняной посуде. И, кстати, между прочим, черепки глиняной посуды являются самой частой поверхностной археологической находкой. Если на подобных черепках вы увидите, если когда-то вам доведется их найти, отпечатки ткани или сетки, значит, перед вами остатки раннего железного века. Если же на черепках вы вдруг увидите круглые или продолговатые вдавленные ямки, значит, это период неолита. Если вы нашли скопление черепков на каком-то одном месте, где почва отличается по цвету от окружающей, значит, возможно, здесь было древнее селище, скажем, неолитическая стоянка. Вообще земля это неисчерпаемая кладовая для археологии, а архивом археолога является так называемый культурный слой, тот слой земли, который остается на месте, где человек жил когда-то или живет сегодня. То есть это слой земли, который хранит остатки жизнедеятельности человека и его культуры. культурный слой образуется очень медленно, в течение тысячелетий, но растет неуклонно, ежедневно и ежечасно. А вот когда археолог доходит до того слоя, где уже не встречаются остатки жизнедеятельности человека, этот слой археолог называет материком. Вообще сам термин археология сложился из двух греческих слов. архаиос, что значит древний, и логос, слово или пишу. Впервые этот термин ввел в научный оборот древнегреческий философ Платон, который жил в IV веке до н.э. Итак, археология – это наука о древностях. Наука, кстати, очень молодая, она сложилась только в XIX веке, однако ее истоки нужно искать в глубокой древности. Первым известным человеком, который производил археологические раскопки, считается вавилонский царь Набонит, который жил в VI веке до н.э. В поисках надписей древних царей он приказывал вести раскопки в разрушенных временем дворцах. Однако не только цари, но и простые люди часто натыкались на какие-то огромные кости, как сейчас мы понимаем, ископаемые доисторических животных, или на остатки древних цивилизаций. Правда, они не всегда понимали, что, собственно, найдены, иногда очень пугались, особенно большим костям. Вот, например, древний грек Филострат, живший во II веке до н.э., писал об этих останках. «Рассматривая их, я был поражён их величиной, которая ужасна и непостигаема. Череп мы наполнили вином, целых два критских ведра были влиты в него, и всё ещё оставалось место». Скорее всего, был обнаружен, конечно, череп мамонта. Нередко рядом с этими костями люди, скажем, в эпохе античности находили какие-то камни, похожие на каменные топоры. Их называли громовыми топорами, считали, что это атрибуты богов, которые управляют миром, и так далее. В общем, археология, конечно, наука очень занимательна, о ней можно рассказывать долго, но мы с вами в следующей передаче поговорим о находках, сделанных на территории нашей страны, о тех находках, которые хранятся в Государственном историческом музее на Красной площади. Вот на этом мы с вами завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Я надеюсь, что вам было интересно, и мы с вами обязательно встретимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok